Система здравоохранения Ненецкого округа готова к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Брылёва. В настоящий момент в округе остаётся зарегистрированным один случай заболевания. Пациент находится в больнице. Тест-пробы, отобранные у граждан ближайшего окружения заболевшей, показали отрицательный результат на COVID-19. Всего же в режиме самоизоляции в Ненецком округе находится 151 человек. Мария Даник продолжит тему. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией на территории Ненецкого округа зарегистрирован 11 апреля. Диагноз изначально подтвердился по результатам проведённых исследований на месте. В течение двух-четырёх дней придут ответы из Московского противочумного центра. После подтверждения случая заболевания столичными медиками наш регион появится на карте регионов с коронавирусной инфекцией. То есть это нужно для того, чтобы мы сами для себя проверили, насколько мы правильно и чётко работаем. Потому что уже с 14 апреля все случаи, которые будут, они будут диагностироваться именно на территории субъекта, и они уже не будут посылаться в Москву или куда-то ещё для подтверждения этого случая. Больная с коронавирусной инфекцией прибыла в Нарьинмар из Санкт-Петербурга. На одном рейсе с ней прилетели 68 человек, которые сейчас находятся в изоляции. Также изолированы все члены их семей. Таким образом, на изоляции находится 151 человек. Тест-пробы проведены у ближайшего окружения заболевшей. У всех остальных они будут взяты на 10, 11 и 12 дни. Люди не должны ждать, что их обследуют сегодня или завтра. Почему выбраны именно эти даты? Это связано с тем, что если инфекция в организм, если поступила, то, соответственно, нужно время для того, чтобы она развилась в организме, и чтобы этот тест показал, что действительно человек болен или человек не болен. И проведение анализа именно в эти дни является наиболее информативным. И, соответственно, поэтому он и будет в эти дни проводиться. Как пояснила Светлана Брылева, контактирование с больным человеком и контактным человеком – две разные вещи. Если они контактировали с контактным, то на тот момент он еще не был больным, и он не выделяет этот вирус, который может заразить. И, соответственно, заражение в этот момент минимальное. И очень хотелось бы, чтобы наши граждане не паниковали по этому поводу и вели себя спокойно. Сейчас самое главное – разобщение и чистота поверхности, отмечают специалисты. Человек с признаками ОРВИ не должен находиться в коллективе. Абсолютно всем рекомендовано носить маски, которые можно сделать своими руками, и одноразовые перчатки. Такие простейшие средства защиты позволят минимизировать риск заражения коронавирусом. Вы, допустим, едете в общественном транспорте, больной коронавирусной инфекцией, где-то рядом с вами чихнул. Вы получили сразу большую дозу этого вируса. И течение заболевания может быть очень серьезным при этом. Если, допустим, вы с больным проживаете в одном подъезде, как оказалось, и вы нажали на кнопку лифта, который до этого пользовался больной коронавирусной инфекцией, и получили дозу намного меньше, чем та, которую могли бы получить, стоя рядом с этим больным. И то есть, опять же, это говорит о том, что вы дозу получили меньше, и течение заболевания может быть более легким. В настоящий момент для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, прибывших в Нейнский округ, вводится обязательство сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию. Самоизолироваться таким гражданам не нужно.